всем привет вы на канале турки спейс сегодня мы с вами узнаем где и как найти себе квартиру в турции на сегодняшний день самым популярным сайтом по поиску квартиры является сайт сахиминден.ком изначально это был сайт по поиску только недвижимости но сейчас это разрослось до огромной площадки где можно найти все что угодно с вами будем искать квартиру так что давайте перенесемся на экран компьютера и посмотрим как это сделать какие параметры указать на какие стоит обратить внимание так мы с вами перенеслись на экран компьютера вот так выглядит главная страница этого сайта как видите здесь действительно можно найти все что угодно автомобили недвижимость что есть еще есть мебель да здесь все есть вещи детские женские техника электроника но мы с вами будем искать квартиру для этого нам потребуется зайти в раздел млак что по-турецки означает недвижимость то есть млак это любая недвижимость потом перейти в раздел конут он по-турецки означает желание для того чтобы арендовать квартиру нам надо выбрать раздел киролик это аренда сателлик это покупка киролик аренда здесь мы выбираем дэйре это по-турецки означает квартиры если вам надо что-то другое дом вилла фермерский дом вы выбираете этот раздел мы будем искать дэйре пил по-турецки означает город для примера будем искать в стамбуле и сейчас тоже живем в стамбуле так ильчи ильчи это означает окук давайте посмотрим пендики пендики много русскоговорящая аудитории присутствуют русские магазины и там близко до гёдж до иммиграционной службы продлевать свое внж далеко не ездить выберем пенник следующий раздел махаля аля значит уже сам район то есть вы выбираете район какой вам нравится рекомендую если вы располагаете временем поездить по районам и посмотреть где кто живет какая инфраструктура в этом районе и все в таком духе потому что даже одном округе вот эти вот районы различаются между другом кардинально отличаться по населению по инфраструктуре по транспортной доступности и даже по чистоте воздуха в турции таких параметров очень много в зависимости от района а вот выберу доу махары чтобы было поближе к морю шаговой доступности и печь поближе мотаться туда-сюда в этом разделе мы указываем сумму какую мы можем платить в месяц минимальная сумма и максимальная сумма за аренду в месяц в турецких лирах с начала этого года стоимость аренды несколько возросла из-за всем известных событий поэтому но меньше 3000 вряд ли вы что-либо найдете давайте сразу напишем здесь минимально 3000 максимально 6 поставим так в этом разделе мы выбираем количество нужных нам комнат жителю из страны сангея сразу может это броситься в глаза и будет непонятно что значит 1 плюс 1 2 плюс 1 2 плюс 0 то есть первая цифра это количество спальных комнат а плюс 1 допустим от 1 плюс 1 то значит одна спальная комната одна комната и плюс 1 это гостиная то есть вы видите здесь вот множество разных вариантов посмотрим 1 плюс 1 понимание жителя снг это получится можно сказать практически двухкомнатная квартира евро однушка как сейчас модно называть здесь мы еще можем развернуть и посмотреть дополнительные параметры здесь мы можем указать метраж который мы желаем минимальный максимальный количество комнат мы уже выбрали это возраст здания то есть в этом разделе выбираем этаж но сейчас она предлагает только 7 8 на котором располагается квартира этот раздел это общая этажность дома сколько этажей вообще во всем доме так на этом разделе стоит подробнее остановиться здесь вот он сейчас предлагает только один вариант и ситма это крайне важный параметр для городов где зимой холодно это означает отопление то есть здесь такие варианты это комби это маркази систем и маркази систем при ульчар этот он сам распространенного нам сейчас предлагает как раз таки только его значит что такое маркази систем это центральное отопление отличается просто маркази систем и вот этот вот пей ольчер от того что здесь подразумевается что владелец квартиры это тот кто там сейчас проживает и он сам может выставлять себе температуру квартире и интенсивность отопления так как ему нужно то есть он соответственно платит за отопление индивидуально зависимости от того сколько газа он использовал когда просто маркази систем указан то там насколько тепло вашей квартире будет решает управляющий дом и получается единая система доме где никто не имеет права регулировать температуру может вы любите похолоднее или потеплее вам надо здесь просто фиксированной температуры и все платят за это одно и то же так мы здесь только один вариант следующий раздел от количество ванных комнат здесь он тоже предлагает только один балкон есть или нет значит следующий раздел тоже в принципе он важный это означает мебелировка если в квартире мебель то есть вы можете часто встретиться с такими объявлениями когда в квартире нету никакой мебели то есть кухонный уголок он чаще всего присутствуют в квартире и может быть какой-нибудь встроенный шкаф но остальной мебели там может не быть то есть если в квартире присутствует мебель то ее стоимости соответственно она будет выше примерно там где-то на 30 процентов если ее нету и вы собираетесь на долгий срок арендовать квартиру то можно рассмотреть такой вариант зачастую приобрести новую мебель выходит даже дешевле а потом когда будете свежать ее с такой же легкость можно продать на сайте sahibinden.com значит следующий раздел это проживает ли кто-то в этой квартире еще то есть там может быть еще другой арендатор может проживать хозяин или просто пустая квартира а следующий раздел кинда назначает от кого то есть само название сайта sahibinden переводе с турецкого означает от хозяина здесь можно прочитав название сразу обрадоваться что нам не надо связываться с агентствами недвижимости можно не платить комиссионные агенту можно напрямую связаться с хозяином как бы да можно сайт предоставляет такую возможность но если вы приехали в турцию владеете турецкими не знаете всех нюансов законодательства все же лучше обратиться в агентство через агентство будет удобнее общаться с хозяином и для иностранцев иногда давать квартиру через агентство это намного простое и разумное решение потому что владельцы квартир в турции они достаточно неохотно сдают жилье иностранцам то есть ну допустим если турецкий гражданин что-либо испортил квартире или выехал не заплатив за коммунальные или за аренду там в текущем месяце то его принципе можно как бы турции найти и привлечь к ответственности а если иностранец уедет если он едет вообще в свою страну то с него взятки гладкие как вы его найдете и будете искать этому через агентство вас больше вероятность найти какую достойную квартиру и успешно заключить сделку также заключая договор аренды удостоверитесь что вы заключаете договор именно с настоящим владельцем этой недвижимости то есть следует попросить у него такую или копию такую такую в турции это свидетельство о праве собственности чтобы вы могли удостовериться что перед вами настоящий владелец этой квартиры никаких проблем в дальнейшем не возникнет остальные разделы здесь в принципе не важны всякая ерунда и вот он под наши получается параметры выдал мне две квартиры допустим перейдем в это объявление здесь можно посмотреть фотографии дома фотографии двора квартиры вот собственно говоря то о чем я говорил квартиры не меблированы кухонный уголок присутствует но не вся техника присутствует правда еще мебели нету как парадная выглядит комнаты допустим здесь же можно посмотреть описание квартиры куда сколько идти что здесь поставлено посмотреть расположение на карте где конкретно находится этот дом здесь сразу понятно что это агентство недвижимости агент чтобы с ними связаться мы можем написать им сообщение на сайте но на сообщение на сайте ответ приходит очень долго или вообще он не приходит лучше сразу вот сад на мобильный телефон написать агенту то есть вот киш это рабочий номер телефона цепь это личный номер телефона если есть личный лучше сразу на личный писать из каждый человек зарегистрирован в латсапе имеет аккаунт он вам сразу же ответит на личный так сразу же и выходные дни в любой день но собственно говоря и все теперь вы знаете где как найти квартиру какой параметр за что отвечает и сможете теперь подобрать подходящее для вас жилье всем пока подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить ничего нового и интересного